Друзья, вот, собственно говоря, видео про теплицу, которую я обещал показать. Эта теплица называется, ну, в одних версиях, короче, кремлевская теплица, а в других версиях это теплица богатырь, что-то, что ли. Выбирали долго, да, но я лично ее устанавливал. Выбирали так, чтобы ее не продавил зимой снег. Видите, вот там вот рама такая, вот, двойные дуги с перегородочками. И она у нас шестиметровая, поставили вот на деревянный фундамент, вот, брус. Мы его прокрасили изначально, вот, смотрите, с той стороны тоже. Вот он на брусе, да, сама рама вся полностью, сейчас покажу. Вот, она установлена саморезами на брус, вот, на этот. Вот, мы его прокрасили вот этим, как его пропитали пропиткой, антисептиком, антигнилью, ну, антизагнивающей. И вот такая вот тема. Тут сейчас беспорядок, это у меня сейчас тетка, я не занимаюсь сразу, говорю, это не моя тема, а агро всякая фигня, вот, это вот. Я чисто на подхвате вот здесь, да, и вот помогаю. Вот сразу мы купили еврогрядки в теплицу, тоже бомбическая тема. У вас, конечно, если это все будет, у вас будет, конечно, круче теплица, чем у нас, в этом 100% уверен. Она с форточкой, вот здесь у меня, как бы, автоматически, я сейчас снял, надо будет попозже поставить, и в следующем видео, может быть, покажу автоматический поршень температурный. Он открывает в жару форточку, а в холод он обратно сжимается, то есть, ну, такая тема. И вот, смотрите, вот она вот такая двойная. Специально взяли, чтобы ее снег не продавил, потому что у многих наших соседей, вот здесь, где мы живем, продавливал снег теплицу. И вот такая вот она, здоровенная рама. Кстати, вставочка про снег, смотрите сейчас. Друзья, видео про теплицу, про усиленный каркас, досмотрите до конца. Это будет интересно, в первую очередь, тем, кто собирается приобрести себе теплицу. Вы видите на экранах, наша теплица, которую я лично устанавливал, ее завалило снегом, она выдерживает. Для чего я это сейчас вам показываю? Для того, чтобы вы знали, что именно такая теплица выдерживает большой груз снега. Это он чуть-чуть сейчас подтаял, вот чуть-чуть сполз, ближе к половине завалило всю снегом, засыпало, да, были большие снегопады, но она стоит и выдерживает. Там сейчас сухо и тепло, есть вот капельки испарины изнутри, то есть там уже нагревается как бы воздух, атмосфера внутрь. И в следующей части этого видео я вам продемонстрирую непосредственно каркас, как выглядит усиленный каркас именно у такой теплицы. Все остальные другие теплицы под таким слоем снега могут прогибаться и проваливаться. Плюс я еще расскажу про эту теплицу, как она установлена, на что, какой фундамент. Сложности никакой нету, вы увидите. Итак, друзья, давайте смотреть. Вот, вы увидели ставочку со снегом, это я пытался скомпоновать такой видос, как зимой себя ведет теплица. Вот она, вот она ровненько стоит у нас, все, ее не перекашивают, вот издалека сейчас я вам показываю вам. Вот так вот она вся, сейчас вот наискосочек. Так что имейте в виду, вот такая теплица, самая бомбическая теплица может быть. Так, извиняюсь за корявость съемки, все на ходу делается. Вот так вот она выглядит, розовый поликарбонат, или как он называется, вот это покрытие мы купили розового цвета, израильское. Оно, короче, какое-то ультрафиолетовый лучей, или концентрирует, или наоборот, отталкивает. Ну, это полезная фишка, типа, для растений. И действительно это так, мы убедились на прошлых урожаях. Так что вот, друзья, оставайтесь со мной, вот такая вот теплица, вот так вот все это выглядит. Подписывайтесь, буду очень рад, всегда взаимка, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok